Моя семейная жизнь была спокойной и размеренной Ровно до тех пор, пока в ней не появился сын моего супруга от первого брака Двадцатилетний Женя был хорош собою Высокий, светловолосый и голубоглазый, крепкого телосложения Его привлекательная внешность бросалась в глаза женщин и соблазняла их Я тайком восхищалась им Но лишнего не могла себе позволить, ведь это сын супруга, который мне доверял и души в нас не чаял Однажды вечером я была дома вместе с Женей, когда в дверь позвонили К пасынку пришла его девушка Вместе они поднялись наверх в его комнату Через некоторое время до меня донёсся непонятный шум Моё любопытство проснулось окончательно Я крадучись поднялась наверх Свет в комнате горел ярко Я прислонилась к замочной скважине Женя и девушка слились в романтическом поцелуе Мне вдруг захотелось, чтобы со мной проделали то же самое Я почувствовала, как горячая волна расходится по всему телу Еще минута и меня бы разорвало Но половица предательски скрипнула, и мне пришлось поспешно удалиться Не очень-то хотелось быть застегнутой врасплох Через десять минут пара спустилась Женя попросил подружку принести что-нибудь выпить Девушка согласилась пройтись и оставила нас ненадолго наедине Как только дверь за ней захлопнулась, Женя приблизился ко мне Он взял меня за руку и притянул к себе Через секунду наши взгляды были направлены друг на друга Женя слегка сдул с лица выпавших из прически несколько непослушных прядей Дотронулся губами до лба, носа и наконец спустился до губ Мы слились в поцелуе Его прервал внезапный звонок в дверь Это, наверное, вернулась девушка Жени, мелькнула мысль в моей голове Я быстро отпрянула в сторону и уселась как ни в чем не бывало на диван Ну и вечерок выдался, снова подумала я, глубоко вздохнув После того раза попытки ухаживаний только усилились Женя тайком умудрялся носить мне цветы Приглашал на тайные свидания Мне было трудно устоять перед его мужской привлекательностью Мужчины его типажа всегда были в моем вкусе Женя не был похож на отца Но у него был его характер, за который я и полюбила его отца Но случилось так, что мой пасынок взволновал меня как женщину Он умеет не только красиво ухаживать, но и дарить эмоции А это придает женщине уверенность в себе Однажды я почувствовала себя неважно и не пришла на свидание Воспользовавшись моментом, Женя зашел ко мне Увидев его, я дала волю чувствам и разрыдалась Он уселся рядом и принялся меня успокаивать Я приникла к его накачанной груди Мне было больно и обидно, потому что я была вынуждена разрываться между двумя любимыми мужчинами Я боялась забеременеть от Жени, но этого не случилось И все равно я была в отчаянии И, кажется, начиналась депрессия, спасти от которой меня мог только он Успокаивая меня, он полез ко мне под одеяло В голове пульсировала только одна мысль «Сделай это уже!» «Сделай!» Во двор заехала машина Было слышно, как по лестнице кто-то поднимался Еще минута, и дверь вот-вот откроется Мы стали резво собираться Женя быстро спустился в гостиную Пришел мой муж, отец Жени Я осталась наверху в постели Ясно было одно, Женя желал так, что я могла бы и не просить Я начинала что-то чувствовать к нему Запретная любовь Как еще можно назвать эти чувства? Каждый раз, когда он рядом, мое тело начинает дрожать от горячей волны и страха одновременно Но если он тянется ко мне, значит, его девушка не любит его с такой страстью Однажды я работала в саду, а пасынок помогал мне расчищать огород Я заметила, как на краю участка вырос большой гриб и через забор потянулась к нему Это было глупо, но я застряла в полусогнутой позе прямо в щели забора И вылезти не могу, и до гриба так и не дотянулась Я стала звать на помощь Через минуту он пришел мне помочь Пасынок сдернул халат, что зацепился за створки и отодрал Это было так неожиданно, особенно то, что мы так увлеклись, что не заметили, как позвонила девушка Женя Не дождавшись ответа, она решила приехать к нам домой, чтобы найти его Подъехав к дому, она увидела наши силуэты в огороде Но разглядеть, кто был с Женей, из-за травы и деревьев она не смогла На следующий день она закатила ему сцену ревности Их отношения прекратились Это немножко развязало нам руки, сделало чуточку свободнее нас в желаниях Но у меня супруг Это в некоторой степени останавливало Но я не сдавалась Привнести новые ощущения в семейную жизнь стало для меня целью Каждый раз я искала пути встречи с Женей, с нетерпением ожидая, когда обниму его В моей жизни было не так много прекрасных мужчин Казалось, к нему я шла всю свою сознательную жизнь Я словно растворяюсь в его объятиях В такие моменты не хочется больше ничего Однажды Женя был вынужден покинуть нас Зная, что это ненадолго, я всё же волновалась Просто я боялась потерять его, единственного и любимого человека, который дарил мне бесценные минуты любви Мужчину, без которого моя жизнь будет уже не той Это история из моей жизни, которую я запомню навсегда Он будто чувствовал это, читал мои мысли В последние дни перед отъездом мы чаще сталкивались, виделись, встречались Это было не прощание, это был страх потерять друг друга Вернувшись после рыбалки с отцом, Женя казался задумчивым Зато у меня состоялся непростой разговор с мужем Он сказал, что Женя не выдержал и рассказал ему о романе со мной Супруг был подавлен Мы долго не разговаривали друг с другом после отъезда Жени Всё ещё были свежие воспоминания о наших с ним встречах Расстаться мы не смогли, но в отношениях наступила пауза Женя писал мне часто, его сообщения были наполнены любовью Мне это нравилось Я уже не думала о том, что меня могут осудить люди, знакомые, родственники Мой муж, который, несмотря на то, что простил мне измену, где-то внутри продолжал обижаться на меня С каждым разом эта обида росла у него в душе как снежный ком Я чувствовала его холодность по отношению к себе, но ничего не могла сделать Временами мы пытались начать заново выстраивать отношения, доказывали что-то друг другу Но в итоге всё выходило глупо Он чувствовал, что постепенно теряет меня От бессилия время от времени устраивал сцены ревности Но я люблю мужчину моложе себя и не в силах с этим ничего поделать И главное, в нас живёт чувство Что может мешать зарождению истинной любви, пусть и между людьми разного статуса, возраста и опыта Разве что только обстоятельства Но их можно пережить Главное верить, верить в любовь Или мне всё же стоило хорошенько подумать о своих действиях? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!